Зинаида Николаева живет в 22-м доме на улице Красноармейская больше 20 лет. Говорит, что за это время никаких ремонтных работ здесь вообще не проводили. Когда идет дождик, у нас тут вся дорога разнута. Получаются большие овраги. Как ходят школьники? Не знаю. Бабушки, дедушки, провожающие детей в школу. В этом году наказы жителей, адресованные народным избранникам, были услышаны. На их реализацию депутат народного хурала Вячеслав Ирильдеев выделил 2 миллиона 700 тысяч рублей. Свою лепту внесла и администрация района. Проект, который убивает двух-трех зайцев. То есть, во-первых, мы сделали для жителей улицу, заасфальтировали. Во-вторых, мы решили проблему с ливневкой. То есть, здесь постоянно вода собиралась и топилась. Мы общими силами свои деньги там вкладывали, и я вот часть взял тоже для себя. И у нас будет ливневка уходить там на Цивилево под землю. В ходе торгов с подрядчиками работ цену удалось снизить на 300 тысяч. Сейчас процесс уже начат. Заасфальтированы проезды к домам. В администрации железнодорожного района говорят, что укладка полотна, несмотря на октябрь месяц, выполняется с соблюдением всех технологий. Вообще, асфальтобетонные работы производятся при температуре до 5 градусов. На сегодняшний день днем у нас 9 градусов. То есть, технология не нарушается. И я считаю, работы будут выполнены в срок и качественно. По договору все работы должны быть завершены до 30 ноября. Однако в администрации района уверены, что подрядчики смогут сдать объект гораздо раньше намеченного срока. Батар Ламбаев, Сергей Костенко, Новости дня.